В Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане массовые протесты после вчерашнего ракетного удара по больнице в Газе. Погибших по разным оценкам от 600 до 800. Израиль и Хамас винят друг друга. Медведев виноват и США. Байден в Израиле. Шольц был там вчера и лежал на ВПП, пережидая ракетный обстрел. В Восточное Средиземноморье вслед за американскими кораблями выдвинулись британские. ООН выводит миротворцев из Южного Ливана, и Ордания отменила саммит по ближневосточному регулированию. В пакистанском парламенте призывы ударить по Израилю ядерным оружием. New York Times. США передали Украине около 20 ракет ATA-CMS с дальностью действия до 165 километров. Несколько уже прилетело в Бердянск. Путин – это большая ошибка. Россия сможет отражать такие атаки. Удар по городу Алешки в Херсонской области уничтожил там весь медицинский транспорт. Шойгу, Финляндии и Швеции скоро могут появиться базы НАТО. В СУ получили 31 Абрамс. Байден планирует попросить еще 100 миллиардов для Украины, Тайваня и Израиля. Глава американского Минфина Елен США могут позволить себе две войны. В Южную Корею на учение отправляется бомбардировщик B-52. В Северную прибыл Лавров. Юань впервые обогнал евро в расчетах через SWIFT. Путин на встрече с Си Цзиньпином. Китай успешно реализует проект «Один пояс, один путь». Bloomberg – проект мертв. Подписан контракт на поставку зерна в Китай на 2,5 триллиона рублей. Путин заявил, что все причастные одобрили проект новой газовой трубы из России в Китай через Монголию. Транснефть с начала года увеличила прибыль в 4 с лишним раза. Прибыль Уралкалия, наоборот, упала вдвое. Дума одобрила повышение налогов на добычу газа. Ставка увеличится на два года. Иран призывает ввести нефтяной эмбарго против Израиля. Тем временем финская полиция заподозрила не только китайское, но и российское судно в причастности к аварии на газопроводе «Балтик Коннектор». Росатом отрицает. В шведском правительстве сообщают о том, что поврежден еще и кабель связи, который проложен через Балтийское море. Иранский производитель бытовой техники присматривается к заводу во Владимирской области, сейчас он принадлежит турецкой компании. В автосалоны завезли китайский «Москвич-6», минимальная цена 2,6 миллиона. Российская дочка Google признана банкротом. В Академии наук посчитали, индексация зарплат бюджетникам и пенсии фактически будет нулевой. В Подмосковье массовые жалобы на отсутствие отопления. В Щелкове против управляющей компании заведено уголовное дело. Еще одно против предположительной сотрудницы этой УК, которая на встрече с жильцами переехала человека машиной. В Химках после протеста жителей обещано к завтрашнему дню дать отопление во всех домах. В Бурятии с частного свинокомплекса в реку утекло несколько тонн навоза. Река впадает в Байкал. Хозяева комплекса уверяют, катастрофы нет. Госдума одобрила право Росгвардии создавать свои добровольческие формирования. Коммерсант пишет призывах адвокатов устроить забастовку после ареста защитников Навального. Центробанк после критики РПЦ остановил выпуск тысячерублевой купюры и пообещал доработать дизайн. Гундяев, Россия свободна благодаря ядерному оружию, которая создавалась под покровом Серафима Саровского. Миноборнауки протестирует в 27 вузах новый курс истории религии России. Голикова, не хватает 11 тысяч учителей. Умер профессор МГУ, руководитель Центра марксистских исследований Бузгалин. Его интервью можете пересмотреть на нашем канале. Настоящий большевик – это тот, кто годами, несмотря ни на что, спокойно работает. И сейчас требуются не подвиги, сейчас требуется, чтобы гражданин просто учился вместе с другими четыре часа вот так работать.